Привет, это новости с Чалом и с вами, собственно, Сергей Чалый. Одно из главных событий прошедшей недели, по нашему мнению, приезд в Беларусь так называемых общественных деятелей и блогеров из Литвы. Помните, мы рассказывали об иностранцах, пугающих ужасами жизни на Западе, которых использовала белорусская пропаганда? Так вот, это та же пропаганда, только на максималках. Прежде всего, давайте разберемся, что это за общественные деятели. Сами себя они называют членами общественных объединений «Форум добрососедства» и «Заря справедливости». Обе эти организации управляются Альгерсом Полескисом, осужденным на шестердзе в пионаж в пользу России. Беларусь и его последователи посетили парад на 9 мая. Один из литовцев отдельно поблагодарил Лукашенко, потому что до этого дня, в силу своего возраста, о парадах победы он знал лишь из рассказов и книг. Еще одна делегатка во время этого же парада поблагодарила Лукашенко за безвиз для литовцев. От нашего лидера, которого, увы, осудили на 6 лет, от Альгерда Саполецкис, он просил передать вам привет и вашему народу. Мы благодарны, что мы сегодня здесь. Отплод демократии. Посадили человека ни за что. 6 лет. Вот и вся демократия. Простые люди едут, мы что-то у вас приобретаем, и те же самые удобрения, хотя поменьше. И едут люди, у которых зарплата маленькая, они везут топливо. Лукашенко моментально принимает подачу, ведь ради этого весь визит и задумывался. Так, благодарим вас. Организуйтесь и скажите, в какую точку на границу вам привезти удобрения, крупу, соль и прочее. Мы это сделаем. В этот момент некоторым нечестным журналистам, например, из Белорусского расследовательского центра, могло бы показаться, что Лукашенко предлагает контрабандную схему, поскольку вывоз из Беларуси и круп, и соли, постановлением его же правительства ограничено одним килограммом на руки. Но мы, честные журналисты, уверены, что Лукашенко говорит о легальной возможности, предусмотренной тем же самым постановлением. Запрет не распространяется на товары, приобретенные в магазинах беспошлиной торговли, расположенных в пунктах пропуска через госграницу Республики Беларусь. Я прямо так себе и представляю на границе магазина Дьюти Фри с вывеской «удобрение», «соль», «крупа» и остальное. Неотъемлемой частью такого рода пропагандистских визитов является посещение передовых предприятий. Одно из них – ОАО «Азеритский Агро». Коровы на сельхозпредприятии были настолько рады видеть иностранных гостей, что одна из них даже родила. Наше движение называется «Зря справедливости», и давайте назовем теленка в его честь. «Зорька» – предложила та самая общественный деятель Эрика Швенчинёни. Предложение было встречено с энтузиазмом. Как тут не вспомнить про еще одно чудо белорусского сельского хозяйства – исцеление бычков Шкловского района Кока-Колой. Там больным бычкам каждое утро дают по 100 граммов американской газировки. Такой совет директору ООО «Говяды Агро» Виталию Закордонскому дал врач-хирург. Он говорит, что когда едят много мандаринов, апельсинов и хурмы, получается комок в желудке. Я говорю, а что вы делаете? Он говорит, а наш доктор прописывает колу. Я приехал на утро, купил 7 бутылок, говорю, пошли попробуем. Колу вылили по чуть-чуть, все телятки пошли. Правда, после того, как об этом ноу-хау узнали белорусские СМИ, американскую газировку заменили на патриотическую белоколу. По словам директора, белорусская газировка оказалась даже эффективнее оригинальной. То есть я правильно понимаю, переедают апельсинов, мандаринов и хурмы. Лечатся после этого белоколы. А литр молока на реализацию при всем этом предприятие отдает за рубль. Прибыль вообще какая-то от этого бизнеса есть? Еще неделю назад я бы подумал, что вся эта история с подменой Кока-Колы на белоколу, но это всего лишь страх местных чиновников признаться, что использовали зарубежную газировку вместо отечественной. Но после появления новостей о том, что белокола планирует занять место Кока-Кола на рынке России, я понимаю, что все это была большая изощренная пиар-компания Минского завода безалкогольных напитков. Итак, в программе наших литовских блогеров «Благодарность Лукашенко» было восхищение белорусским, было, но и остался последний пункт обличения Запада. Гештальт был закрыт во время посещения Беллаза в Жодино. И с этой задачей справился литовский блогер Казимирос Юрайтис. Уже месяц в Литве не было дешевой крупы, а в вашей стране цены не изменились. Вроде бы и кризис мировой, а цены не растут здесь. Квартиры у нас дрожают, а у вас дешевеют. Не, ну понятно, почему в Беларуси квартиры дешевеют. Все валят из страны и продают их, а покупать некому. И вообще такое ощущение, что в своем рвении эти блогеры-слэш-политики скорее вредят пропаганде, чем помогают. Ну вот, один говорит при посещении парада, было очень любопытно, какая у вас, однако, патриотическая страна. Другая говорит при посещении фермы, я сама из деревни, и все это навеяло мне милые, приятные воспоминания. А третий на Белазе начинает жаловаться на потерю суверенитета Литвы из-за перехода на евро. Мы добровольно отказались от своей конституции, у нас буквально нет своих законов. Государственный банк только носит имя государственного. Валюта, кровь экономики, все это мы отдали добровольно. Чувак, ну ты реально выбрал самую суверенную страну, чтобы приезжать и жаловаться на потерю суверенитета своей страны. Настолько суверенную, что критикуя литовские СМИ за создание необъективного представления о Беларуси, ты говоришь. Рассказывают, что у вас все плохо, чуть ли не медведи по улицам ходят. Но стереотип-то не наш, а русского мира. Ведь все знают, что медведи ходят по улицам Москвы, а не Минска. Даже Лукашенко не приемлет от сождествления Беларуси с другими странами. 8 мая он рассказывал, как сам лично выбирал госсимболы, которые ни на чьи, другие не должны быть похожи. Какой был предложен герб? Погоня. Вам не напоминает этот герб чей-то? Герб другой страны. А мне напоминает. Нам был предложен флаг. Добавь еще одну полоску, и мы заимствовали с соседней страны флаг. Так неужели у нас не было своей истории? Неужели мы хотели подогнать свою историю и свою страну под Литву или Польшу? Ну и действительно, зачем походить на соседей, когда можно быть похожими на Брукина Фасома, Дагаскарма, Замбик? А дальше Лукашенко заявил, что серп и молот с флагой герба убрал только потому, что страну строят уже, мол, не только крестьяне и рабочие, а новых символов, чтобы обозначить интеллигенцию предпринимателей. Он не придумал. Сказал, что, может быть, будущее поколение придумают. Но так зачем ждать? Мы накидаем вам вариантов прямо сейчас. Уже упомянутые рабочие и крестьяне, предприниматели и интеллигенция, силовики и чиновники, горняки и нефтяники, врачи и учителя, айтишники, велосипедисты, музыканты и актеры, большинство и меньшинство. В общем, места на флаге много, можно продолжать до бесконечности. А вот как Лукашенко расшифровывал цвета на государственном флаге. Лукашенко вообще в последнее время стал часто говорить, что он за мир. Даже флаг у него за мир. Хотя на его же собственном сайте цвета этого флага расшифровываются совсем иначе. Про мир в зеленом нет ни слова. Это он сейчас говорит, что все время был за мир. А ведь недавно Лукашенко рассказывал, что война продлится 3-4 дня. Потом предлагал Зеленскому сдаться. Ну, некоторым нечестным журналистам, например, расследователям из Белорусского расследовательского центра, могло бы показаться, что он в очередной раз переобулся. Но мы, честные журналисты, не видим в этом никакого противоречия. Он же ведь не уточнял, за какой он мир. За русский мир. И это сразу все объясняют. За русский мир, который, как показывает празднование 9 мая, визуально не такой уж и русский. На праздничном концерте в честь Дня Победы на Первом канале среди пар разлученных войной оказались американские гангстеры Бонни и Клайд. Мой милый, если не была войны. Конечно, можно посчитать, что это стандартный ляп, который был сделан каким-то двоечником, который искал иллюстрации из фотобанка, как это часто бывало раньше. За подвиги русской армии выдавались и американцы с флагом на Ивадзиме, и фашист-гранаты, и снова американский морской пехотинец на Гуаме, и снова фашистские летчики в комбине бомбардировщика на плакате «Они сражались за Родину», что, в общем-то, даже и верно. И автомат системы Шмайсера на памятнике Калашникова, что, в общем-то, тоже даже логично. Но думаю, что в данном случае фото Бонни и Клайда – это никакой не ляп. Знаменитые бандиты и грабители времен Великой Депрессии – это же хороший образ для русской армии в Украине с ее насилием и мародерством. Мародерством, которое, как ни странно, уже не преступление в России. В статье 266 УК, ранее предполагавший срок от 3 до 10 лет решения свободы или смертной казни, теперь стоит пометка «Данный состав преступления декриминализирован». Но не все награбленное удается унести с собой. Что-то приходится бросать и на поле боя. Ветеранная машинка изъезжает! Остающий русский солдат берет ее с собой даже с поля, блядь! Я прямо так и представляю себе этот сюжет. Вот ты в окопе со своим сокровищем. Вот ты не спишь боять, что его украдут свои же. А вот наступление противника, и боевой товарищ кричит тебе «Бросай стиралку, дурак! Тут либо ты, либо она!» Дилемма-то ведь непростая. Стиралка стоит минимум 20 тысяч, а то и больше. А жизнь твоя – 10, а то и 5. 10 тысяч в России – это, похоже, твердый тариф, что мертвым, что живым. Именно такие суммы ветераны получили в этом году к 9 мая. То ли дело Беларусь, где ветеранам выделили до 1800 белорусских рублей, и это только матпомощь. А есть же еще продуктовые наборы – тушенка, гречка, овсянка, чай, сахар и шоколадка. Инструкцию по анпакингу такого продуктового набора написал когда-то Александр Куленкович, которому 18 мая исполнилось бы 50 лет. Рубрика о прекрасном у нас сегодня соединяется с другой постоянной рубрикой – кулинарной. Салаты к Дню Победы – это не только вкусно, но и красиво. Салат с георгиевской ленточкой, кремль из салют из икрыль, рука с факелом, которая почему-то тоже ко Дню Победы, салат в окопе из горошка, салат – военный корабль, и мой любимый жанр – танк, расстреливающий парашютиста. Просто танк и танк Т-54. Многие могли бы подумать, что это ошибка, ну, не там палочку поставили. Но нет, здесь заложено важное идейное послание. Ну, во-первых, это самый массовый послевоенный танк, а во-вторых, первым боевым применением его стало подавление антисоветского восстания в Венгрии. В искусстве есть ответы на все вопросы, включая и самые сложные. Масса версий есть происхождение символа Z – символа оккупационных войск России в Украине. Обычно говорят, что все уже было в Симпсонах. Мы нашли лучшую версию мультфильма с Патчбоб. Я испробовал все планы из картотеки. От A до Y. От A до Y? Да, A, Y, ну, алфавит. Как насчет Z? Z? Z. Буква после Y. W, X, Y, Z. План Z. Вот он, как ты и сказала. О, боже. О, о, о. Он злой. План дьявольский. Он лимонный. План Z обречен на огромный успех. Надеюсь, этот мультик не только объясняет, но и предсказывает. Я буду главнее всех. Славься, Планктон. Славься, Планктон. На этой оптимистической ноте мы с вами прощаемся. Это были новости с Чалом. Увидимся через неделю.